Добрый день, друзья! И по-домашнему комфортабельно, что ли, арены. Здесь в рамках двенадцатого тура столичное терби. Футбольный клуб Москва против столичного же «Динамо» и развеселый оркестр, играющий какие-то бравурные мелодии около стадиона, настраивает болельщиков и надеющей команды на мажорный лад. Довольно много динамских зрителей на этой трибуне, которые не всегда увидишь в телевизионной картинке, только когда камерой круглый план выхватывает подачу на дальнюю. Вратарская прокомонта забивает! Все сделала Азика Коронкова. Какая скидка! И стояли динамские защитники, и у своего вратарска следили за происходящим. И философско-отстраненный взгляд Сергеевича не было. На ту кучу малу, которая перед ним. Еще раз мы смотрим. Выпрыгнула Коронкова. Ну а кто? Парфенов должен был держать? Да нет, там много народу было. Там непонятно, кто должен был держать, но никто не держал его в кое-дилы. И вот угловой обернулся голом. Вот вроде угловой, ничего опасного. Вообще немножко странно, да, что Колодин, центральный защитник Риберу в этом матче... 1-0 на табло. 36-я минута. Вектор Бракомонте. Москва выиграет у Динамо. И вот помимо этой сухой статистики добавить к Северному 74 минуту что-то очень сложно. Сергей Иванович Овчинников к боковому арбитру. Прошло, что с арбитрами сейчас работает психолог. Человек со слабыми нервами, я-то не вижу. Закончится этот эпизод. Едва ли не все Динамо пытается увидеть арбитрам показывать карточку Овчинникову. Бросили шашку и не одну, не одну у болельщики, по-моему, Динамо на газон стадиона торпеда. Вот это вот жалко, конечно. Потому что на беговые дорожки летят, но пусть летят. Газон-то сейчас в изумительном состоянии. И будет обидой, если какие-то проклещи образуются. Динамо, Овчинников. Очень не хватало, чтобы Овчинников сильно подрался. Пусть ли говорится, Сергей Иванович наговорился в этом эпизоде на желтую карточку. Вперед! Вперед! Видно, что Овчинников, что мяч ушел не от Динамо в этом эпизоде, за пределы поля. Чего? Может, от Укубана читать? Думаю, что красный карточек будет сейчас. Мальчик, как и с публикацией. Мальчик, как и с публикацией. Я даже не знаю, что сказать, Владимир Станиславович. Трудно сказать. Судья. Все, приблизительно не слышно. Что там было? Кого? Куда? Но, скорее всего, это... Андрей Кобелев, старый знакомый Сергея Чинникова, помогает Чинникову идти в трибунное помещение. Задача нам будет Игорь Захаров. О чем с ним сейчас пытается Сумшов и Дарлей говорить, особенно Дарлей? Но уже ничего не вернешь. Ежедро у нас, причем, Марско сейчас в игру войдет. У него даже времени толком разогреться не было. Хотя, может быть, уже в начале спича Овчинников, которого пытались партнеру успокоить, уже начал разминаться. Ну и снова мы видим этот эпизод, распоречивый, многозначительный. Видим, как капитанскую повязку, по-моему, вратарь Динамо выбросил. Ну и еще один горчичок, по-моему, показал, по-моему, Игорь Захаров. Самое грустное, что эта игра именно этим эпизодом и заполнится. Да, а не какими-то изобретательными действиями футболистов. Невероятная игра в батареи, ударами, хитрыми тактическими заменами, борьбой у Деева тренеров. Трудно просто сейчас сообразить, из-за чего этот момент вообще возник. И что там было, ведь предыстория. Ну, конечно, почему за спортом зашел? Был ли угловой или нет? Ну, это же не так важно, был ли угловой или не был. И все разгорелось вот из этого момента. Ну, мы, к сожалению, в ситуации не можем до конца разобраться, потому что мы далеко находимся. Вот там подсказали, что, может быть, Овчинников, поймав мяч, вышел с ним в зале целую линию. Может быть, это все может быть. Может быть, не бывает, или есть, или нет. Без вас! 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 Бой исполнит, я даже труднее сказать, сколько Захаров добавится. Вместо Жанна Нарде Шестой номер Бой Сергей Овчинников Спасибо Станиславу Кительнову За этот план Ромащенко подает угловой Пошел же вновь ошибочно на выход играть И Дмитрий Булыкин сравнивает счет Когда Динамо оказалось в меньшинстве А это Булыкин Не зря постригся Да и угадал Юрий Павлович Угадал Вот теперь Вроде бы сел было на руку Горожану Так же прозевали Стандартное положение Точно такой же момент Даже здесь проще момент Когда забивали горожане Там перепас был штрафной А здесь прямого Есть огородка Вот смотрим И вратарь на выходе запоздал Прибеже должен был играть Да? Ну не важно кто Важно что нельзя так давать Чуть не с вратарской И Живнов Не вышел вовремя И финальный свисток игры Захарова В матче 12-го тура В очень странной Натушной игре Ничья 1-1 Братамонка 36-я минута Выкин 84-й Уходят задаченными Зрители с трибун Уходят задаченными Футболисты с поля Динавовцы Жмут руку Судейской бригаде Леонид Слуцкий Идет поговорить Или с кем-то из рефери Я думаю скорее Вопрос один Уцкого почему Так мало добавлено Нет Нет Идет поаплодировать Своим болельщикам Главный тренер Москвы Которые старались Поддерживали Свою команду Несмотря на все коллизии Которые были в этой игре И несмотря на ту обидную Потерю очков Которая была В конце катастрофе Колодин пожимает Руку Слуцкому Знакомы они еще По Олимпии Давние приятели Давние товарищи И после матча Действительно Делить им Совершенно нечего И опустив голову Очень грустно Идет Живнов В сторону раздевалки Чувствуя Безусловно Свою ошибку Которая привела К ответному мячу У ворота его команды Петр Быстров Мог сделать сегодня Голевую передачу Если бы забил Роман Атамов У которого было Два шанса Практически 100% Ну и смотрим Повтор забитых мячей Одни ворота Оба после углового Слева фланга Бракомонта Которого почему-то Не стал держать Жан И убежал туда Страховать своего партнера По обороне же Его спину И оставил На невысокого Парфенова Беспрепятственно В падении И два футболиста В воротах стояли Страховали вратаря Казалось Что при такой Слабой игре В атаке Обеих команд Вот этот гол Он практически Предопределил победителя Этой встречи Тем не менее Нет Тем не менее Нет В втором тайме Динамовцы Остались в меньшинстве И несмотря на это Дмитрий Булыкин За 6-7 минут До окончания встречи Сравнял счет В этой игре У московского У московского Динамо Стало 9 набранных очков После 9 забитых мячей По прежнему Идут по этому графику Один гол приравнивается К одному Набранному очку 16 Очков было У футбольного клуба Москва Стало 17 Причем примерно При своих На своих местах Остались соперники И Очередное интервью От Александра Бедрева В рамках нашей трансляции Саша, вам слово Да, Илья, спасибо Сейчас вы видите Рядом со мной Капитан Футбольного клуба Москва Раду Ребежа Раду, я вижу Вы очень расстроены Есть, наверное, от чего? Ну, есть от чего Расстроиться Потому что В принципе По игре наша игра была И по счету И еще и В большинстве Пропустить, конечно Это вдвойне обидно Что там произошло В этом эпизоде? Вы уже разобрались Там, ошибся вратарь Ошиблись защитники Ну, я думаю Что это мы уже посмотрим Разберемся Ошиблись Наверное И вратарь И защитник Потому что позволили Так просто Завершить Этот простой угловой удар Поэтому я думаю Что виноват И всей обороны И вратарь Если говорить Об игре Несколько в двойном аспекте Она сегодня была Насколько жесткой? Да, я думаю Что не особо жесткой Жесткость Она приобрела Наверное К концу встречи Вот из этого инцидента Там при угловом И при том Что овщинников спылил Я думаю Что это уже будет разбираться Была обычная игра Поэтому я не сказал Что она какой-то жесткостью Отличалась от других игр Раду А что произошло В том эпизоде Было интересно Было бы услышать Вашу оценку Как действующего игрока Который находился На поле непосредственно Рядом с этими событиями Ну конечно Я думаю Что судья определил И уже специалисты Определяют решение суди Я находился рядом Я считаю Что судья поступил правильно Потому что Ну Я не буду говорить Что там было Но я думаю Что его решение В конце концов Было логичным Вы уже поняли Насколько сильно Расстроились ваши партнеры По команде Что-то не так Сейчас в Москве Как Я не знаю Как психологически Сейчас чувствует себя Коллектив Да нет Очень много Сейчас разговоров Круг нашей команды Конечно Мы немножко Недовольны Результатами Которые мы показываем Но Был очень тяжелый график По крайней мере Мы в чемпионате Ни одной игры не проиграли Игра у команды Налаживается Я думаю Что Задача состоит И она Выполнима Я думаю Что мы приложим Все усилия Чтобы выполнить ее Вы имеете ввиду задачу Это попадание В зону УИФА Задачу Это по итогам Конца года Еще очень много игр И по мне Так команда набирает Каждая игру Я думаю Что все еще Наладится Я здесь соглашусь С вами Раду И поблагодарю Футбольный клуб Москва За красивую игру В этом матче Еще раз напомню Это был капитан Горожан Раду Ребежа Раду Спасибо Не расстраивайтесь Спасибо Александру Бедреву Спасибо Раду Ребежу Еще раз напоминаю Что 1-1 В этом перенесенном матче Для нас Футбольного клуба Москва И футбольного клуба Динамо Были красивые голы Было Очень странное поведение Сергея Овчинникова Закончилось Удалением цифры Цифры этой встречи На ваших экранах Ну а на этом Сегодня все Режиссер трансляции Станислав Хитрин Комментатор Вадим Никонов Илья Казаков Всего доброго До свидания